Утренняя молитва сегодня в нашей Киевской архиепископии, 13 августа сегодня. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь Святой! Аллилуйя! Благослови сегодня эту утреннюю молитву, благослови сегодня всех нас на этой молитве Божией. Благослови, Господь, народ своим миром! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Аллилуйя, 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 за все Тебя, Господь, я благодарю, Ты искупил от смерти душу мою, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, благодарю, слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь, благослови, Господь, сегодня эту утру и молитву, как фимиам, как благоухание, прими к престолу славы, Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Божия, Аллилуйя, Аллилуйя, Господи, благослови. Аллилуйя, Аллилуйя, да, кто подключается, приветствую, братья и сестры, слава Богу. Аллилуйя, Господа Бога, светите в сердцах Ваших, Аллилуйя. Будьте всегда готовы всякому требующему Вас отчета Вашему пованию дать ответ скротостью и благоговением, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Это 1 Петра 3.15, сегодняшнее чтение такое, на утренней молитве, из 1 Петра 3.15. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за все, Боже, слава Тебе. Аллилуйя, Боже, благослови. Благослови народ своим миром, своим шаломом. Аллилуйя. О, Господи, благослови. Благодарю, мой Господь, за все Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Да, сейчас оповещаю как раз вот о молитве утренней. Но кто не сможет подключиться в 6 утра, то подключаются тогда уже, потом уже в записи уже смотрят на Ютубе. Вот, а сейчас само причастие, собственно, тоже будет и по традиции уже, добрая очень такая христианская наша традиция, уже двухтысячелетняя уже. Ну вот, и слава Богу, спасибо Господа за все. Спасибо Богу за милость, благости. И уже два тысячелетия продолжается вот это чудо, воспоминание вот этой вечери, тайной вечери мы говорим. Господа, слава Богу, тайной вечери, последней пасхальной вечери учеников с Господом, вот, последней пасхальной вечери Ветхого Завета и уже первой Нового Завета. Вчера был на служении в Орзеле, вот, и слава Богу, очень Богу благодарен, очень признателен ему за эту поездку, за это служение. Очень для меня памятная была поездка, свидетельство и молитва, и прославление, хвала это Господу, вот, и экскурсии там, и общение, и добрые люди. Слава Богу, пусть Бог благоставит. В Орзель, пусть Бог благоставит всех, там, братьев, сестер, надеюсь, еще послужить у них, вот, даст Бог в сентябре, в конце сентября семинарам послужить. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Господь. Благословен Господь, благословен Бог наш. Аллилуйя. За все Тебя, Отец, я благодарю, Ты искупил от смерти душу мою. Аллилуйя. 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 Бог во Христе примирил с Собою мир, примирил с Собою весь этот мир. Слава Ему за все. Слава тебе, Господь. Благословенный Бог наш, благословенный Бог. Благословенный Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 за все спасибо Этим утром обновилась милость Твоя, Господь Боже, обновляется благодать Твоя к нам, Господь, Твоя милость Боже, Ты многомилостивый Бог, Святой Господь Ты добрый, такой, что по сравнению с Тобой Даже самый наидобрейший из добрейших земных отцов Он злой по сравнению с Тобой, подлинно благим, подлинно добрым отцом Спасибо тебе От Тебя всякое даяние, благое и дар совершенны Свыше сходят от Отца Светов, Боже, слава Тебе Благодарю Тебя, Господь, за милость и благость Твои Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе Слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе Делился вчера добротой Господа, свидетельством о Его доброте Первую часть там вчера слово проповедовал больше Вторую часть уже свидетельствовал, рассказывал о том Какой милостивый Бог у нас Какой милостивый Господь Аллилуйя, Аллилуйя Вот приехал, здесь причастие сделал Тоже думал, подключаться, не подключаться Нет, ну, не все я делаю подключения Но вот причастие такие домашние Но вот именно причастие утреннее, я думаю, оно как-то, не знаю, как-то располагает к тому, чтобы тоже вот сделать трансляцию такую И вот и все вместе так вот причаститься, прославить Господа, Бога нашего Спасителя Иисуса Христа Утешителя Духа Святаго Вот, и пусть сегодня Бог благословит вас, все дорогие друзья Все, кто подключаются сейчас, все, кто, да, время уже Давайте молиться вместе, слава Богу Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков Аминь Слава тебе, Боже наш, слава тебе Царю небесный Утешителю Дух истины Ты, что везде пребываешь И все собой наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И ты спас благой души наши Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Хвала тебе Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Хвала тебе и слава, Господь Аллилуйя, Аллилуйя Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Хвала и слава и честь тебе, Господь Только тебе, Господь, слава тебе Благослови, Господь, сегодня, этим утром всех нас, Боже Благостави, Боже, и в преломлении хлеба сейчас Боже, в молитве в этой Боже Благостави, Господь, слава Тебе, Боже Благостави Киев здесь, Боже На берегах Днепра здесь Пусть славится имя Господа Иисуса Христа Непрестанно, непрестанно Благостави землю киевскую, область киевскую, Господь, Боже Всю Украину, Господь, Боже Умири, Господи, пошли в свой мир, в свой шалом, Господь Слава Тебе, Боже всемогущий Благостави Израиля, благостави, Господь, Иерусалай, Боже Благостави всю нашу страдавшуюся планету Потому что вся тварь стинает и мучается Ожидай откровения сынов Твоих, Господь, Боже И пусть это откровение пройдет сегодня Господь сейчас, Боже, в сердца миллионов, миллионов Душ, Господь, верующих, неверующих Тех, кто на пути еще к Тебе, Господь Тех, кто уже познает Тебя, Боже Пусть придет это откровение Христос в нас, упование славы Аллилуйя, спаси, благодать Это Боже спасительное явилось Боже, для всего людства Для всего человечества Для всей нашей страдавшейся земли Господь, слава Тебе Боже, великая благодать, великое благословение Боже, всемогущий, слава Тебе Благослови, Господь Благослови, Господь, благослови Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Благослови Господь, благослови Божий Свят, 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 аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Благослови Господь наши дома, родных и ближних, Господь Божий О ком мы молимся Тебе, Господь, наших жен, там у кого мужей, там у кого детей, внуков, правнуков, правнуков, правнуков Во имя Иисуса Христа благослови Господь, благослови, аллилуйя, аллилуйя Вчера братья ездили к сестре в Господе Розе Казимировне в лесную бучу Я не смог быть, к сожалению, хотя был неподалеку в Урзале Но благословляю Розу Казимировне, благословляю всех братьев, сестер Божьего Во имя Иисуса Христа, Господь Благословляю всех верных, святых, верующих разных конфессий, разных динаминаций Всех возлюбивших пришествия Господня Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Святой, спасибо, спасибо, спасибо Аллилуйя, 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 аллилуйя Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, Боже Благослови сегодня, Господь, Боже, благослови Украину, Боже Паки и паки, молю Тебя, снова и снова молю Тебя, Господь, Боже благослови Господь благослови Украину Божию и вот этот гимн Украины часто поют ну и такой гимн светский принятый да но и вот в особенности вот этот церковный духовный гимн Аллилуйя здесь потрясающие слова такие потрясающий мотив вообще сила Божья Боже Великий Единый нам Украину храни Воли свиту променял ты его силы светлом науки и знания на вас усих просветил в чистой любви до краю ты нас Боже взросли молимся Боже Единый нам Украину храни все свои ласки щедро ты на любви зверни дай ему волю дай ему долю дай доброго свиту щастя дай Боже народу и многое 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 лита дай Боже народу и благослови Господь благослови Господь благослови благослови Аллилуйя слава тебе святой Боже Аллилуйя и вот читая из Нового Завета сегодняшнее чтение из первого послания Петра 3 глава 15 стихом написано Господа Бога светите в сердцах ваших Аллилуйя Аллилуйя освящение имени Господа Бога освящение Господа Бога это не просто даже в деяниях внешних святить Господа оно внутри человека в первую очередь внутри нас есть царство это и дальше говорится будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему пованию дать ответ скротостью и благоговением любя людей любя Бога любя себя любя окружающих дать действительно с этой кротостью с этим благоговением благостави нас Господь Божий в том во имя Христа пусть царство Божие в нас оно расширяется Господь Божий пусть царство в нас Божье оно укореняется и как сказано Господу Бога светите в сердцах ваших Аллилуйя спасибо тебе Господь спасибо тебе Господь это мы читаем с 1 Петра 3.15 сегодня Аллилуйя спасибо тебе Боже всемогущий благослови Боже всемогущий сейчас это и хлебопреломление причастия Евхаристию благослови Господь сегодня Божий и пусть вот это слово из 1 Петра 3.15 так что Господа Бога светите в сердцах ваших действительно пусть совершается это таинство веры это таинство Божьего кротости и благоговения внутри нас Господь каждого верующего свершается великое величайшее таинство Христос в нас упование славы Господь Бог в нас упование славы Благодарю тебя Господь славлю тебя Аллилуйя Аминь Братья и сестры и самый величайший о самый величайший знак этого таинства это вот как раз хлебопреломление причастие Евхаристии Божественное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа налейте себе немного сока немного возьмите хлеба вот если нет ни сока ни плода виноградной лозы нет ни хлеба то просто воды налейте даже и хлеба и пусть Господь благословит сегодня это таинство причастия рассуждая о теле крови Иисуса Христа потому что причастие совершается не просто ртом нашим да желудком нет то что входит в нас оно не может нас освернить или тем более осветить но таинство это совершается в первую очередь здесь и здесь הפшается вот как вот опять таки сказано да 1 Петра 3.15 Господа Бога светите в сердцах ваших написано в начале этого стиха пятнадцатого Господа Бога светите в сердцах ваших 1 Петра 3.15 Господа Бога светите в сердцу ваших Аминь аминь Аллилуйя вот это причастие совершается именно как рассуждение о теле крови Иисуса Христа. И рассуждение благочестивое, полное благочестивое рассуждение, оно в том заключается, что Бог во Христе примирил с собой весь мир, что так возлюбил Он мир, Бог всемогущий, Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Его, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И сам Иисус Христос пролил свою кровь за Тебя и за Меня. Кровь Христа была пролита за мои грехи, лично за Меня, не только за все человечество, лично за Меня. И Иисус Христос, мой Господь, Бог и Спаситель. И что Иисус Христос взял на Себя мои немощи и болезни, и ранами Его я исцелен. Ранами Его, через Его святые раны, через Его святую кровь пришло все благословение в мою жизнь. Спасение, освобождение, благословение, исцеление, все небесные блага, от Отца Света всякое благое даяние и дар совершенной свыше сходят от Отца Света. И принимай эту славу Богу, эту благодать, эту милость. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови Господь дары сии, Боже, благослови Господь хлеб сей, соверши их, Господь хлеб сей, честным телом Христа Твоего, Боже всемогущий. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего, Господь соверши, Боже, приложив это Духом Твоим святым, Господь. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, 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 аминь. Слава Тебе, Господь. Принимаю тело и кровь Господа Бога, спаса моего Иисуса Христа. Аминь, аминь. Поисцеренье души и тела. Аминь. Господь взял на себя мои болезни немощи. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. И ранами Твоими я исцелен, Иисус. К кровью Твоей, Святой, я примирен с Тобой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. К кровью Твоей, Святой, я освобожден. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За Голгофу, за кровь Тебя благодарю, Господь. Святой, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благодарю, Господь, что кровью честной Твоей, Святой, я исцелен, освобожден, благоставлен. Боже, благодарю Тебя, Господь, за все, за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, Господь. Аллилуйя. Братья, сестры, вчера в Ворзале делился словом. И такой пример я вот в завершение скажу, пример, который вчера делился тоже в Ворзале. Баптизо, Баптизо, там одно из значений тоже. Я говорил об огурчиках, вот пример, который часто я употреблял уже и у себя в церкви, и вот в прямых эфирах таких вот. Вот, может, даст Бог, сегодня вечерком даже покажу пример такой как раз. Вот, значит, ну, да, по вечерам тоже теперь буду подключаться в 6 часов вечера всю эту неделю, потому что остается у нас вот совсем несколько дней, это последняя неделя остается, да, вот уже до собора. В воскресенье уже собор будет в нашей церкви. Вот, такая православная евангельская конференция наша. Вот, здесь в Киеве будет проходить. И вот эту всю неделю и по утрам подключаюсь в 6 утра, и в 6 часов вечера теперь подключаюсь тоже. Тоже с причастием, с хлебопреломлением, с рассуждением о теле и крови Иисуса Христа. И вот, и пример с огурчиками обычно привожу, баптизу, это означает именно вот просолка сама, да, вот этого огурца. Вот малосол греки не называли баптизу, только просоленый именно огурец, который имеет соль в себе именно, не просто на шкурке. И пример такой тоже очень понравился ворзельским святым. Слава Богу, братья и сестры очень благодарили потом. А потом, еще пример я приводил, также на проповеди вчера в Орзеле, о том, что баптизу, это слово использовалось, вот, как погружение, окунание, да, но не как окунание, как погружение, пребывание. В современном греческом языке это баптизу, это погружение, как окунание, а в старом греческом погружение, как именно пребывание. Вот там, вот, под внутрь зашла и там и находится уже. Вот, дамы и господа. И баптизу еще использовалось не только для описания соления огурцов и овощей в Греции, там, значит, в эллинистическом мире древнем, того периода времени, когда писалось Евангелие, вот, значит, а также использовалось для описания прокраски тканей. И вот, когда процесс прокраски, когда он проходил полностью, ткань проходила процесс прокраски, то это качественная прокраска была уже, на самом деле, качественная. Даже многие столетия проходили, а краска оставалась краской этой. Вот, ткань не меняла этот цвет. Это потрясающе. Даже сейчас археологи порой находят фрагменты ткани и удивляются. Да, четко прослеживается эта краска, этот цвет. Вот, удивительно, конечно. Вот, вот это качество, я понимаю, да. Представляете, какое качество, которое даже тысячелетие даже выдержало. Слава Богу. Вот, и вот, и процесс прокраски тканей. И вот, я так понимаю, раз слово баптизу использовалось греками еще и так, думаю, а что для нас это значит, для нас верующих? Это прокраска кровью Иисуса Христа, рассуждение о теле крови Иисуса. Размышляйте, братья и сестры, о крови Иисуса Христа. Размышляйте об этом великом таинстве. Потому что кровью Иисуса Христа мы спасены. Кровью Иисуса Христа, Спасителя Господа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Иногда часто очень действительно хочется ничего не знать больше, кроме Иисуса Христа и пленом распятого. В этом жизнь наша, в этом все наше. Христианство – это Иисус. Иисус – это христианство. Кровь Иисуса Христа – это христианство. Христианство – это кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Христос умер и воскрес. Для нашего оправдания, дамы и господа, благоставляю вас, возлюбленные во Христе, братья и сестры, благоставляю всех вас. Давайте вечером встретимся в 6 часов вечера предсоборно. Таким образом, каждый вечер в 6 часов вечера семинар будет такой, как получается, или вечерняя молитва. А по утрам – утренняя молитва. Ну, пример с прокраской ткани, думаю, сегодня вот такой запоминаемый будет. И вот место из Писания, которое сегодня для чтения утреннее, это из 1-го послания Петра, 3.15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Аллилуйя. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вот, и вторая часть этого стиха звучит так. Будьте всегда готовы, всякому требующему вас отчета, вашему пованию, дать ответ скройтостью и благоговением. Потому что, когда мы святим Господа внутри нас, в первую очередь, не просто вовне, в служении на людях, а когда внутри нас Царство Божье расширяется, когда Христос в нас, не просто с нами Господь, Бог с нами, а внутри нас, то это все другое совершенно. Тогда действительно скройтостью и благоговением даем отчет. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. За все, за все благодарю тебя. Благоставляю вас, братики, сестрички, дочечки, сыночки небесного нашего папочки. Благоставляю во имя Господне. Благоставляю всех, кто может еще на пути к Богу, тоже благоставляю вас во имя Господне. Аллилуйя. Бог да благоставит. Наши дома, родных и ближних, благоставляю сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Наши семьи. Благоставляю свою семью, благоставляю жену, свою драгоценную Ему Сергеевну, детей наших, внука нашего. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Ваших родных и ближних благоставляю в этом благоставении священническом. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Ну и по скриптам паки-паки прошу вас, снова и снова прошу, молитесь о нашем соборе предстоящем. Вот воскресенье будет 19 августа, Преображенский собор. Вот здесь, в Киеве, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6 с 9 утра. Пусть Бог благоставит вас. Аллилуйя!